Когда падают ворота на старте, нет времени на всякую ерунду. Почему лучшие гонщики всегда уходят со старта первыми? Наверное, потому что обладают лучшей техникой. И еще потому, что они знают, что выиграют гонку, или же не выиграют, но все равно покажут хороший результат. На старте они чувствуют себя уверенно и не сомневаются в удачном ускорении. Тот, кто правильно действует на старте, сумеет уйти вперед. Иногда он оставляет основную группу далеко позади. Он в одиночестве проходит первый поворот. Чем больше у вас возможностей для хорошего старта, тем больше шансов на выкат вперед и прохождение первого поворота впереди остальных. Перед тем, как добиться такого результата, вы должны учиться стартовать быстро, плавно и легко каждый раз. Как этого добиться? Только отрабатывать правильную технику. Старт. Для всех стартовых ситуаций есть общие правила. Вы будете применять их в соответствии с местными условиями. Как тракция, если вы можете читать старта или нет. И как далеко вы можете вернуться от структа. Итак, сначала рассмотрим технику старта. Найдите ровный участок, обеспечивающий хорошее сцепление колес с грунтом. Сейчас ваша задача, используя правильную технику, вывести мотоцикл со старта. Удержание сцепления и газа. Переключите передачу на оптимальную для старта. Для двигателя объемом 60-80-125 кубов это первая передача. Для 250-500 кубов, как правило, это вторая передача. Удерживайте рычаг сцепления тремя наружными пальцами, а рукоятку внутренним. Вы можете сами выбирать положение пальцев, однако вы должны управлять сцеплением и еще держать рукоятку, независимо от того, какими пальцами, что удерживается. На выходе мотоцикл устремится вперед. Вы должны сместить туловище вперед перед стартом. Выжимайте сцепление, пока оно не начнет действовать. Поработайте, затем отпустите обратно. Сцепление готово к работе. Держите рукоятку газа на высоких оборотах, так что двигатель готов развивать тягу. Подача газа установлена. Теперь, когда вы соберетесь стартовать, поверните рукоятку газа на деление соответствующей тяги и оставьте в этом положении. В то же время, или лишь на доли секунды позже, действуя сцеплением, подавайте усилие на заднее колесо. Если вы все делаете правильно, усилие действует постоянно на выходе со стартовой позиции. Если вы что-то делаете неверно, то тяга будет подаваться с перебоями, а не постоянно. Теперь давайте рассмотрим положение движения тела на старте. Вы сидите в переднем положении, и вес тела приходится на сиденье, и левую педаль. Вам должно быть удобно, и вы не должны ощущать напряжение в этой позиции. Чуть наклоните туловище вперед, теперь вы готовы. Если ускорение сильное, то садитесь еще чуть вперед. Когда вы трогаетесь, выпрямитесь спину и подайте туловище вперед с силой мышц пресса и держась за руль. Наклонитесь вперед, насколько это возможно, чтобы передняя часть мотоцикла не задиралась. Иногда трасса бывает скользкой на старте. Все делается точно так же, с исключением того, что вы можете сосредоточиться на тяге, не думая о том, что будет сдираться переднее колесо. Когда скользко, вам не нужно активно действовать рукаеткой газа, чтобы обеспечить ускорение. Достаточно одного сцепления. Сидите чуть сзади, и вместо того, чтобы выпрямлять спину и наклоняться вперед, вы сгибаетесь и остаетесь в центре, или же отклоняетесь назад под действием тяги. Мотоцикл вытягивает вас со стартовой позиции, а не выталкивает. Когда вы все выполняете правильно, в результате должна появиться канавка глубиной сантиметров 15 на старте и дальше по прямой. Мотоцикл вылетает со стартовой позиции. Каким образом удерживать его прямо? Во-первых, вы должны стремиться к положению равновесия. Во-вторых, удерживать руль, когда вы трогаетесь с линии старта. Вы можете помочь себе, двигая корпус со стороны в сторону. Вы можете двигаться вперед и назад, но ни в коем случае не поворачивайте корпус. Если вы поворачиваете туловище, то совершаете ошибку. Как потом исправить ее? У вас ничего не выйдет. Завести технику до совершенства во время тренировок несложно. Вы сможете легко и правильно выполнять ее каждый раз. Давайте посмотрим на старт гонки. Это хорошая мысль, посмотреть старт несколько раз, прежде чем стартовать самому, чтобы почувствовать слаженность действий при падении ворот. На хорошо организованных соревнованиях никто не может знать, в какой момент упадут ворота. Так и должно быть. Все находятся в равных условиях. В этом стоит главная цель установки ворот. Вы стараетесь как можно ближе подойти к воротам, но при этом не слишком близко. Расположитесь так, как мы уже описывали ранее. Следите за воротами, и когда они упадут, стартуйте. Отрабатывайте старт постоянно, чтобы он был для вас несложным элементом, и всегда выполняйте его наилучшим образом. Полная концентрация. Ей мечтает обладать каждый гонщик во время соревнований и тренировки. Это состояние, когда вы полностью поглощены ездой. Вы, мотоцикл и трасса, превращаются в единое целое. Вы настолько поглощены своими действиями, что концентрация уже автоматическая. Как будто практикой и тренировками вы вырабатываете некое шестое чувство, которым теперь пользуетесь, независимо от того, соревнование это или просто тренировка. Значительная часть психологической подготовки состоит в том, чтобы суметь войти в это состояние сознания, в тот момент, когда опускаются ворота, чтобы уже ничего не отвлекало. Требуются годы желания, ограничений и постоянных занятий, чтобы развить подобную концентрацию. Прежде всего, вы должны довести на совершенство все навыки, о которых мы говорили ранее. Когда вы сможете все, что касается мотоцикла и трассы, выполнять правильно, эти навыки для вас становятся легкими, естественными и выполняются автоматически. Все станет на свои места, и вы сможете очутить полную концентрацию. Для большинства людей, испытавших это ощущение, оно становится подобным наркотикам, от него невозможно отвыкнуть. Это один из факторов, заставляющих профессионалов постоянно практиковаться. Для них все несколько по-другому. Они не могут ненавидеть тренировки, они не могут не ездить. Но любой человек, если он занимается чем-то слишком многом, может перегореть. Вы должны получить строго необходимую дозировку, поэтому всегда оставайтесь голодным. Еще профессионалы постоянно тренируются, потому что вносят в тренировки элемент игры. Это хороший отдых от монотонных однообразных действий. Один из наиболее частых примеров — прыжки через препятствия. Очень здорово ездить с друзьями и отыскивать что-то, через что можно прыгать. Развлечение превращается в своеобразный конкурс. Кто прыгнет лучше? Когда вы найдете препятствие, неплохо подумать вот о чем. Выяснить, как именно преодолевать его. Как только вы определились, отправляйтесь прыгать. Такие упражнения помогают вам чувствовать себя увереннее, и вы приобретаете определенный опыт. Вы знаете, как сможете прыгать на гоночной трассе. Первый прыжок всегда самый сложный. С каждым следующим становится все легче и легче. Затем хорошо попробовать прыгнуть по-другому. Например, приближаться к препятствиям другой скорости и передаче. Или же пробовать выполнять различные элементы, вызывающие столько восторга у зрителей. Не забывайте, что эта тренировка очень высокого уровня. Перед тем, как заниматься сложными прыжками, необходимо освоить азы прыжковой техники. Чтобы совершенствовать свое мастерство и наслаждаться успехами, вы сначала должны освоить правильную технику. Как мы уже объясняли, когда вы достигнете в этой стадии подготовленности, вы сможете применять полученные навыки на любом участке трассы. Подумайте. Лучшие профессионалы улучшают время прохождения каждого круга. Круг за кругом в течение 35 минут. И разница во время составляет 2 секунды. Иногда они еще меньше. Часто сразу несколько гонщиков заканчивают круг вместе. Это на наших кругах, где продолжительность составляет 2,5 минуты. То же самое относится и к суперкроссу, где время прохождения круга меньше. Как они добиваются этого? За плечами у них годы подготовки. Они посвятили себя этому делу и теперь идут по трассе, полностью концентрируясь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...